У меня очень плохо на равновесие. Итак, кто же знает, что такое стигма? Девушки отдыхают. Она сказала, что да. В этом году мы приехали в Сочи для того, чтобы провести здесь слет для подростков, живущих с ВИЧ-инфекцией, также для родителей и специалистов. Этот слет информационно-адаптационный. То есть не медицинские вопросы главные. Главное – это психология, это адаптация, это социальные вопросы, это работа в командах. Почему появляется стигма? Когда я узнала о своем диагнозе, я до сих пор помню, мне было тогда 10 лет. Ощущение было, неизвестность какая-то. Боли не было, но был большинство страх. Что будет со мной? А может, я даже не доживу до 18 лет? Мне даже говорили, что ты до 25 лет не доживешь. Это очень страшно. Мне говорят, 8 лет жить. А что можно сделать за 8 лет? Мне сказали, что ничего-то не получится, никаких детей ты не родишь здоровых. И живи, сколько осталось. Вот эта цитата, которая у меня до сих пор иногда звенит в моем разуме, когда вспоминаю об этом. Столько планов было, вот столько планов. И как будто в один момент эти планы вот так, вот так все рухнули. Все, в один момент, все исчезло. Начала копаться в себе, думала, со мной что-то не так. Так, может быть, я себя буду как-то по-другому вести? Может быть, я себя не так вел? Может быть, что-то не то? Господь, исцели меня. Может быть, я начну лечиться чесноком и женщинем, еще какими-то штуками? И тогда это что? Торги и отрицания. Я сейчас буду в церковь ходить каждый день. Буду молиться Господу Богу. Я объезжу все святые места. Я рассказываю вам свою историю. Я заработала шизофренией в легкой степени. А как у таких родителей могла быть нормальная дочь? Вон она, спидозная идет. Не я одна живу с диагнозом. Множество диагнозов у нас. Но ВИЧ отличается от других заболеваний тем, что именно отношение. Из-за отношения к этой болезни такое «не смей рожать». Из-за того, что отношение такое «что приперлась?» у вас своя больница? Вот из-за такого отношения осуждения, пренебрежения рождается желание бороться. Что такое внешность? Ну я не знаю. Я боюсь и начинаю всячески от этого, знаете, как отдаляться. Я думаю, ну теперь, значит, все люди, кто ВИЧ больны, они вот страшные. Я начинаю их оскорблять, да? Иди от меня, заразный. Или что-то в этом роде. Понимаете? Ну что он один против нас? Мы спокойно сейчас его оскорбим, и нам ничего за это не будет. Но ущемляем ли мы сами себя? Внутри себя. И это про внутреннюю стигму. Подождите, почему люди не говорят о ВИЧ-инфеке? Потому что некоторые боятся потерять человека в страхе. Это будет боль при этом. Боятся реактивных людей. Боятся реактивных людей. Пишешь своей маме о том, что у тебя ВИЧ. И она плачет. Я помню, тогда я не смогла плакать. Вот сейчас у меня приходят слезы, и я помню ее слезы. Она плакала, а мне нужно было ее успокаивать. Мне хочется отмолкать. Да, я это так понимаю. Это друзья, с которыми я там общаюсь, и боюсь, потому что они работают. Ты считаешь, что это так, что вот как в прошлый раз. Я думаю, что это... Вот то, что внутри, мы будем клеить вовнутрь этой куклы. У меня моя приемная мать шантажировала, то, что расскажет более жизнь. Какие чувства вы испытываете, когда смотрите на эти листы? Я вспоминала те состояния, которые я пережила в детстве. Это очень тяжело. Переживание, волнение, волнение. Ну да, лучше говорить, чем врачи. Почему так? Почему столько слов нет в суде? А зло спошло, смотрите, да зло спошло. Сейчас мы все вместе возьмем эти листы и сожгем он до тла. И сожгем он до тла. Вся наша боль, вся наша печаль. Вот он. И сожгем он до тла. И сожгем он до тла.